Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в седьмой выпуск второго сезона «Пути со дна с прокачкой с нуля» в Escape from Tarkov. В прошлом выпуске славно поработали над квестами на таможне и заводе, и на сегодня я хочу заняться долговисящим квестом от егеря и выполнить квест для лыжника, так как новые квесты егерь пока не даёт, а лыжник уже скоро познакомит нас с миротворцем, и мы получим возможность работать с последним. Илья, Николаевич, Минерва, Кирилл, Жорик, Грандиас, Север, Антон, Александр, Илья поддержали материально, спасибо большое, ребята! Привет из Казахстана! Сегодня в лесу попробую примерно сориентировать по тропам, которые будут топтать, поэтому погнали в Тарков! Всем приятного просмотра! По классике забираем страховку, которую нам прапорщик подогнал, и сейчас поглядим, что на сегодня, какие планы на сегодня. Первым приоритетом будет провал квеста планы снабжения, по нему необходимо найти защищённую папку на лесопилке и принести её терапевту, но терапевту я её сдавать не буду, так как параллельно запросил эту же папку у нас лыжник, а у терапевта у нас лояльность больше, конкретно на данный момент. Поэтому я принял решение сдать эту папку из леса 0052 лыжнику и выполнить квест своего рода саботаж. Да, я получу чуть меньше по опыту, но зато получу чуть больше по деньгам. При этом у лыжника доверие не пострадает, а наоборот подрастёт и будет 0,14, а у терапевта станет даже с штрафом за провал 0,16. Поэтому выбор очевиден. Не говорю, что это единственный правильный выбор, просто конкретно на данный момент мне выгоднее отдать папку лыжнику. Надо будет ещё баблишка мне взять, чтобы на выход на машине там 5 или 3 тысячи, блин, я уже не помню точно, по-моему, 3 тысячи. Ладно. Возьмём на всякий пожарный 5 тысяч. Я готов, можно отправляться в лес. Лес вечернее время, долго я там вряд ли буду лазить, так что страхуем. И погнали за папкой. Долго в рейде лазить не буду, в вечернее время выбрал в надежде на то, что будет поспокойнее рейд. И просто спущусь в лесопилку, где бы не заспавнился прямиком, заберу папку и посмотрим по ситуации. Если будет возможность, может быть, пошарим ещё в поисках лута чего-нибудь на локации и пойдём на мосту, выйдем ещё до темна. Вот такие планы. ЗБ-14 выход на мосту имеется, я на снайперской зоне. Понятно, я на сопках, короче, на лагерях юсеков и прочих прелестях. Не самый лучший спаун, конечно. Тайник сейчас раздербаним. Может, баба богдан, бац и поближе меня заспаунить. Слева есть точки появления на карте, справа есть точки появления на карте, но слева вон вышка, там бункер диких. Я думаю, что те, кто появятся, вряд ли сломя голову побегут там, ну если конкретно, как я, за каким-то квестом не вышли. Я думаю, в первую очередь будут лутать этот бункер. И те, кто справа, то же самое. Сначала лагерь юсеков посмотрят, а потом уже будут... Придумывать там велосипед. Ну я бы, по крайней мере, так бы и сделал. Но у меня есть конкретная цель. Сейчас я туда колонну посмотрю. В прошлый раз я хорошо тут аккумулятор целый нашел. Вот тебе шлемак. Страйкер. О, болты. В общем, вдоль этой дороги, чуть правее от этой дороги, двигаем на юг, на лесопилку. Вот мы и на месте. Ну, от колонны прапоров 170 примерно. Короче, на юг надо двигать. Это что такое было? Я же не послышалась. Да, это флешка хлопнула. Зорьками кошмарят кого-то. Будет сложно тогда. Будет сложно. Главное, чтобы светло-озерские не терлись там внизу. Я даже не столько чувака боюсь, сколько светло-озерских. Наверное, вкинем все таблютосом. Чтобы, если что... А, вон он, вижу, бежит. Какие-то я такой. Вроде дикий обычный. Ну, хорошо. Здесь есть камень такой интересный перед бревнами. И бревна мне дадут укрытие какое-никакое. Я тогда просто возьму в яму туда сейчас спрыгну. Где один, два, три. Времянки. Как раз мне папка в крайней времянке нужна. Заберу папку. Может быть, получится свалить. Светло-озерские бы уже кипиш подняли. Как пить дать, если б тут флешки щелкали. Скорее всего, чувака где-то ковыряются тут. Осторожничают. Ладно, на удачу. Ох ты, блин, тихо не получится. Ты меня не пустишь, да? Да, вот он! Да, не пустит. Вот тут под кроватью. Вот она. Всё, валим. Нормалёк. А нет, не нормалёк. Прям возле уха. Блин, этот кошмар потом снится будет. Такой Тарков. Сначала ты слышишь пулю, а потом выстрел. Вот я чувака, похоже, да, с Мосеньки дал. Ну всё, отлично. Вы ковыряйтесь там дальше, а я... Теперь свободен. А у меня в другой стороне выхода. Ё-моё, я бы... Кто здесь? Дикий? Не хочется, конечно, шуметь, но придётся его убрать. Вон он, упырь! Ну давай, давай! Ну чё-то типа того. О, РПС можно отнять. Намордник какой-то у него. О, Шраудовский. Пойдёт. Меняем позицию быстро. Ну чё, предлагаю тогда тушёнку глянуть быстренько. Может быть, мы её и найдём здесь сейчас. Пока не стемнело. Время вроде есть. По этой грядке падение. Или как её правильно назвать. Тоже же можно добро найти. Вот CMS лежит. О, Солева. А у меня автоаптечки тут. Будем Солевой лечиться. Вот эту заберём. Можно в РПС, наверное, скинуть. Чё-то туда-сюда и уже полный. А там ещё, наверное, магазины этого, Тозовские. Дикого, точно. Вот так примерно. Провода. Да и всё. Пойду схожу только на МЧС. МЧС гляну, если... Будет не будет чё. Классно было бы, конечно, на ВСРФ выйти, но я раз уж денежку взял. Будем потихоньку ещё и в фармике. Доверие у скупщика. Каждый выход на машине на платном выходе. Это плюс в копилку к лояльности. Так, глядишь, лояльность, как на фарме. Как начнём среди боссов лазить, как у себя дома. О, они будут ЧВК разматывать. А ты трофеи собирать. Не слышу никого. Так, дайте-ка мне баночку тушёнки, пожалуйста. Любую приму в дар. Мне ещё по сельпо надо будет целых 12 банок. Я всего 3 сдал. Чай возьмём. О, сишки. Лаки-страйк. Мне же надо тоже 3 пачки лаки-страйк. Пойдёт, пойдёт. Не то. Новая шина в подсумок. Патроны эти копейки стоят. Ну ничего, скоро у меня уже откроется, по-моему, миротворец продаёт. Квейк-мейкер буду патроны. Да, у него за доллары они будут продаваться. Опа. Ой-ёй-ёй, вот это вкусно. Вот это мы заберём. Блин, глаза разбегаются. Не знаешь, за чё хвататься, куда в первую очередь смотреть. Как бы и лут надо не проморгать. И засаду не профукать, если вдруг она тут есть. Спички не полны, нужны, не нужны. Тут чистоган. Всё, конечно, хочется забрать, всё хочется в хозяйстве применить, в убежище, в квесты. Но минимальный схрон вносит, мать его, свои коррективы. Вот этот точно заберём. Я его чик сразу. Вот что мне нужно. Мне точно сухое горючее нужно было для обогрева. Как раз один штук оставался. Обмоем сразу горючее сухое, чтоб горело хорошо. О, вот это нам надо тоже для центра. Давай, Лаки, страйк мне. Ящик с продовольствием, а там одни сигареты. О, зубная паста. Кто-то писал мне в комментариях, не могу, говорит, 15-й левел или какой. Не могу найти зубную пасту. Вот здесь и мыло, и зубная паста. Здесь рыльно-мыльные, короче, спавнятся. Это полевая баня. Один викинем магазин, кабель поинтереснее будет. Чё там эти копейки стоят? Что магазин, что патроны к нему? Патроны у меня одни из самых простеньких. А не только по мясу, ещё более-менее диких пострелять. А если кто более-менее дикий, если выходит в каком-нибудь бронежилете класса четвёртого, уже проблема его застрелить. Там полмагазина надо в тушку всадить. Чё, вроде всё посмотрел. Теперь будем двигаться потихоньку. А, нет, ещё наверху ящик есть же. Вечереет. Надо домой идти. Мамка заругает. Красавец. Но пока не нужен мне. Лампочку только заберём. Всё. Всё, я предлагаю валить, короче, в сторону коттеджей. И за коттеджами как раз там и выйдем. Ориентиром будет вот этого куста примерно на... Ну, примерно на тридцатку надо бежать. Северо-северо-восток. Пусти. Лампочку. Пусть. Пусти. Пусти. Субтитры сделал DimaTorzok Чисто посмотреть Чисто в домах посмотреть Наличие тушенки Блин, а сам в сумку полез Болты я хочу забрать Мне очень нужны болты Пошел ты Ай, на дороге прям Класса четвертого как раз походу у него бронежилет Или бронеразгруз Не буду смотреть нафиг на дороге Нашумел тут Бегать Самоубийство Тютя, под этим подмостком я находил иногда Хавчик Конкретно тушенку находил Все, на дорогу не буду вылазить Гляну сейчас быстренько Хотя, что я, зачем я сюда зашел Не хотел же лутать это все делал Уже битком полный Хотел в хате здесь поглядеть Там коробка есть с компьютерными приколами Там говорят Видеокарта Я, если честно, ни разу ее там не находил Но находил Центральный процессор Прочие прелести Бывало Поморим еще корабульку Ой-ой-ой Пауэрбанк Он мне же нужен будет Пауэрбанк нужен будет Для варки В схроне Дефибриллятор Дефибриллятор нужен будет с Галкой и Егерю А то этой коробки нету ничего сегодня Ну и ладно Все, тогда домой Уже темнеет Солнце село Мне сказали, как стемнеет домой Машинка на месте Похоже, что и правда в лесу сделали так Что машина в каждом рейде спавнится Раньше такого не было А раньше Бывало такое, что в рейде не появлялась она Главное не прозевать это дело Блин, ключ от ЗБ-14 Где бы раздобыть? Или неужели уже до барахолки придется ждать? А вообще, если честно Я бы вообще без барахолки играл бы Раньше ее не было И как-то интерес был больше Сейчас барахолка это Теряется атмосфера С этой барахолкой Не паришься за какой-то там Кусок тряпки Тут прям потеешь Хороший рейд получился Все как по нотам Все отлично Как запланировал Так оно все и вышло Единственное Я только не нашел По тушенке ничего Но Сейчас попробуем этот вопрос По-другому решить Закрываю своего рода саботаж Передаю папку Найденную в лесу Лыжнику А планы снабжения Проваливаю специально этот квест Ну что, терапевт переживет это как-нибудь Забираем квест садоводства Часть третья У механика Необходимо найти склад конфиската Найти посылку с видеокартами Находятся они в Тарконе Нужно идти на таможню Но про таможню Это не в сегодняшнем выпуске Так что Передаю пачку сигарет По вредной привычке И вся любовь Ну и короче Сегодня упороться надо И добить тушенку Этой говядины проклятой найти И есть у меня одна мысля Много кто писал в комментах Надо сходить на развязку И пойду пожалуй за Дикого Дикий у меня еще тот помогайчик Он у меня везучий какой-то Не знаю с чем это связано Но я все-таки Пойду на развязку С утреца Посмотрим Может Дикий решит этот вопрос С тушенкой уже Писали в комментариях Насчет того что подкрутили Шанс спавна И типа там тушенки завались Сейчас мы как раз это все дело И проверим Одна вкусная большая тушенка нужна А потом может быть для сельпо Порыскаем если будет возможность МЧС и железная дорога Все как положено Все выходы есть Даже попить оставили Ну как всегда развязка Блин в помещениях темень Глаз выкали А на улице А давай отсюда наверное и зайдем Наверху тоже наши надеюсь Да ладно Что теперь гаситься Застрелят так хоть сразу 20 минут у меня есть 20 минут более чем достаточно Вот на этих полках Здесь спавнятся по авторему квесты Ой квесты предметы Типа свечи зажигания Аккумуляторы Но походу Либо все подмели Либо Ничего не появилось Не часто конечно Не каждый рейд Но их шансы здесь найти Довольно хорошие Скоро начнутся у меня Квесты Вот барахольщик А барахольщик любитель Повыдавать тут задания Да и вообще тут в принципе Каждый из торговцев По своему привязан Нифига Ты с какой дистанции Видишь меня братуля Все Свои здесь газуют Нормально Вот барахольщик Как раз К торговому центру Неплохо так привязан И здесь частенько Будем лазить Когда возьмемся За работу Для барахольщика Всякие магазины Шмагазины Как раз и будет Хороший повод Поискать Свечи Хотя говорят Что свечи Сейчас можно крафтить О Есть тушенка Живем пацаны Ну штучки Три Четыре Были найти Хотя бы Было бы вообще Замечательно Еще одна Еще одна Зашибись Никто здесь Не лазил Ну и похоже Что все Вот именно В этом углу Примерно Хорошие шансы Тушенки Нары Еще вон там Есть такой Типа мясной Что ли Один Ну не мясной А Прилавки И такие Как холодильники Что ли С полуфабрикатами А там Еще Поглядим Я там В прошлых Вайпах Находил Тушенку Высокую Плюс Один Эргономики Не надо Было бы Плюс Три Можно было бы Забрать Она Подороже Будет Открыто Что ли Точно Закрыл Сумку Кто-то Был Тут Недавно Сельдь Вот в этом Отделе Можно А вон Они Смотри Ох Нифига Тут Тоже Сельдь Тушенка Ох Мать Сколько Ее Тут Да тут На мистер Холодильник Насобирать Легко Легко Офигеть Ее тут Ну В натуре Ее тут Смотри Сколько Вот Она Родимая Есть С ума С ума Сойти Ты посмотри Я тут Горы Просто Еще Одно Ее Ее Сколь Я Я Сейчас Все Сделаю Получается Сколько У меня Тут А я Я тут Не погляжу Да Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Не слышал Какую вообще И на Мистер Холодильник Насобирать И по Сельпо У меня Три Тушенки Всего Было Дома Ну Сдал Я по Квесту Я Нашел Двенадцать Тушенок Там Их Еще Гора Целая Лежит Кто Б Сказал В Жизнь Ему Не Поверил А Я Туебень В лес Хожу Сколько Рейдов Подряд Мучаюсь С Этой Тушенкой Ладно Зачет Ух Ты СТМ Нормально У меня Еще И Прицел У меня Есть По Патронам Тридцаточка Чики Брики Евданки Пошли Домой Тушенку Тащить Все Встречающих Тут Нет Все Ровно Вот Это Вот Это Серьезно Опять Дикий Вывез Два Квеста Ну Хорош Рейд Хорош Вообще В легкую Берешь И Сдаешь Сейчас По Тушенке Я Думал Чит Это Капец Надолго Затянется А Нет Вон Оно Как Бывает Блин Еще Найти Места Где Свечи Спавнятся Киньте Все Егерь Кушай На здоровье Наконец Я Тебя Сейчас Накормлю И Надеюсь Ты У меня Сейчас Интересные Квесты Киньте Откроешь Открывает Путь Выживальщика Беззащитен Но Опасен Необходимо Убить Пять Диких На карте Лес Не должна Быть Одета Броня Путь Выживальщика Запасливый Заложить Пакет Искра Это Сухпай Зеленый Бункер Зб 016 Заложить Бутылку Воды Бункер Зб 016 То же самое Заложить В Зб 014 Ключ Там Не нужен В 14 Поэтому Можно Два Квеста Сразу За Один Рейд Попробовать Сделать И Передаем Все 12 Банок С тушенкой По Сельпо Терапевту Весь Тарков Накормили О Она Мне Дает Кстати Два Сухпайка Искра Они Мне Как раз По квесту Нужны Пойду В лес Пойду С СКС Осколочно Психованный Охотничьи Промысловый То есть Пойду С СКС Потому что Там Полуавтоматы Плюс Оптика Мне Надо Диких Стрелять Без Бронежилета Как Буду Встречать Дикого Просто Буду Скидывать Либо В мешок Убирать Бронеразгруз Свой А без Бронен С дикими Стреляться Такое Себе Поэтому Оптика Чтоб Подальше От них Быть Чтоб Они Ничего Не Поняли Как Что Происходит Забираю Сухпайки Так как У меня Оказывается Искра Всего Одна Есть В наличии Вторая Вот Сейчас Прям В цвет Я Затарю Одну Вальфу Чтобы В случае Чего Хотя бы Один Сухпай У меня Остался Чтобы Не Застрять На Квесте Все Можно Идти Идем В лес Оружие Шмаружие Все Взял Вроде Ничего Особенного Так По скромному Выдвигаемся Сейчас Будем Диких Симпатичных Шмалять По Рейду Буду Смотреть Какая Сторона У меня Выхода В первую Очередь И Пойду В противоположный К выходу Бункер Нужно Будет Заложить Избавиться От одной Хотя бы Искры Сразу же Половину Квеста Сделаем И потом По пути Ко второму Бункеру И соответственно В сторону Выхода По пути Постараемся Застрелить Пять Диких Как раз Почти на выходе Заложим Вторую Воду И сухпайок И будем Надеяться Что к тому Моменту Пятерых Диких Уже Настреляем Таков План Опять Двадцать Так ЗБ Четырнадцатый Выход На мосту Окраины Ой Я деньги Забыл К нам Да Блин Я деньги Забыл Ну ладно Так бы Можно было Быть Четырнадцатый А потом В шестнадцатый Потом На мост Выйти Тогда Придется Сначала В шестнадцатый Нет Я здесь Не пойду В прошлый раз Мне понравилось Мысль о том Что слева В бункере Застревают Справа На сопках Застревают А здесь Ахатрый Если здесь Проскочить Успевает Пойдем Шестнадцатый Тогда Сначала Бункер Но и На выход Придется Тогда Не на мост А на Окраину Идти От четырнадцатого Бункера У меня Ключей Нет В общем Закладываем В шестнадцатом Бункере И идем В сторону Четырнадцатого О нифига Тут И аптечка И хирургия Тебе Что-то Я в прошлый раз Не обратил Внимание Или не было Или я не досмотрел Все Огонь Ну Не знаю Один и тот же путь По десять раз Показывать Смысла нет Я наверное Если что Потом вырежу Просто этот момент Двигать буду Где-то примерно Чуть левее Вот Скалы снайпера На сто десять Ориентир От колонны Прапора Просто вот Прямиком Получается Вышел чуть-чуть криво К блокпосту Северному Блокпосту ООН Вон они там Вагончики Техника Чуть-чуть правее Берешь Ну в принципе Все то же самое По левой стороне Это блокпост Главное Что по правой руке У вас была Эта снайперская Скала Высокая Она самая На карте И все Не промахнетесь И каким образом Выходим На старую территорию Слышал Кстати Выстрелы На этом На лесопилке Вот это уже Прям под скалой Снайперская Это ближе На лесопилке Светлоозерские Вроде шлепали Хантер Хлестал И СВД Гремело А нам поровну Мы в шестнадцатый Бункер идем Просто чтобы Не получилось Так что у меня Гвест этот Потом застрянет Это одну искру Надо Чтобы добыть Ее надо будет Менять на шприц Шприц Я бы не хотел Просто так Профукать Да Для пацана С оптикой Страшнее нет Чем Заходить В густой лес Или какие-то Бункеры На ближнюю дистанцию Нет Все нормально Никого здесь нет Закладываем туда Готово Одна водичка Осталась И один сухпай А теперь По диким Чисто Но предварительно Конечно же Полутаем Более там Что-то возня Какая-то В лесопилке Пусть они там Друг друга Поубивают А мы тем временем Жарок Нагуливать будем Дичь какая-то Всякие Железяки Да Они обрадовали Ящики Окей На старой Поляне Глянем Может быть Есть дики Раньше Тут вот этих Камней Деревьев Внизу Вообще Не было Тупо Лысая Поляна Была И откуда Я пришел Той территории Тоже не было Там Бетонный Забор Сплошняком Был Падаешь Под какую-нибудь Ёлочку Бетонного Забора И все Как на ладони Здесь Вижу Гада Опа Еще один Ух ты Блин Этот с оптикой Ну правда Оптика Там Дикие Они же С полуразваленным Теперь оружием Лазят Там эта Оптика Наверное В упорте Едва Выпадает Что смысла Его лутать Нет А вот этого Пацанчика Я бы глянул Где он Тоже Брать Нечего Режек Только А нет Смотри Дропик Нормальная Нормальная Бош Бош Никого Вроде Но Двое Сразу Это Вообще Хорошо А ведь Путь Только Начался Мы У меня Впереди Еще Троих Я думаю Встречу Под скалами Кто-то Стрелялся Но там Еще Целая Лесопилка Это Раз КПП Два Тогда Не знаю Тогда Наверное На МЧС Я не Пойду Нафиг Там Еще Дом Диких Впереди На ЗБ 14 Вполне Возможно Что Будут Дикие Лазить У Троих Я думаю Встречу Как Пить Дать Поэтому На МЧС Не буду Искать Никого Встречу Что-то Воевали Воевали А трупов Нет Нифига Тоже С кем Воевал Вижу По-моему Лежит Готовченко Сократить Хочу Здесь Путь Плюс Может Перед скалами Перед гридой Кто-то Лазит Там Тоже Дикие Бывают Шатаются А если Нет То В обход Лесопилки На КПП Двинем Купачки Вот тут они под камнями Могут сидеть Походу Никого Сегодня Ладушки Тогда В обход Пойдем Пойдем КПП Глянем КПП Всякий Хлам Ну давай Вылазь По одному Он уже Не вылезет Он лежит Вон Готовый Ну да Стрельба На На спящем У воды Они походу Тут все Вычистили И пошли Просто Выкосили Всех У меня Никого Не оставили Пикник Со стрельбой Это 15 Детих Убий Так что Пока Народ Переделает Все эти Квесты С пикниками Хотя уже Как бы И время Нормально Уже Должны Переделать Что выкашивает То всех Диких Чисто По приколу Это что Такое Трупы Или что Это Не пойму А нет Живой О Мой Клиент Третьим Будешь Светло Озерские Бо мне Сейчас По щам Не дали Вроде Тихо Скорее Всего Их Перебили Уже И пошли Домой Расстрельба У воды Была Нет Тишина Обычно Они тут И сидят Тусуются Либо Под навесом А вообще Фиг угадаешь Где они могут Тусоваться Да О А это тот же Да Ну не знаю Галадранцы этого Он даже без Рукзака Чего Иначе его Лутать Там Наверное Нет Смысла Пойдем В ЗБ Тогда Раз здесь Шуманул Поменяю Позицию На всякий Случай Пойдем В ЗБ В ЗБ да скромно так скромно по луту если честно ничего такого серьезного да по факту не за лутом то вышел а по делам здоровье улучшен до уровня 4 классно там по моему терапевта будет такой квест здоровье до 4 поднять болтики потом переложу как искру заложу под сумок спрячу мне там болтики нужны были не помню на чем но нужны были на на водосборник по моему ну чё дом диких есть один товарищ четвертым будешь синий хлеб над запомнить давайте здесь кто-нибудь уже подскочил бы сейчас вот кто-нибудь сюда вот как классно было бы как раз этот был бы четвертым на доме диких пятым взбез зашел заложил домой убежал на окраин вышел и все два квеста сдал так не бывает да так не бывает а может в лесопилку странно что всего один дикий блин на доме диких ну чё давай закладывать сила улучшен до 4 как хорошо было бы да если ключ был я уже дострелял бы и просто вышел бы здесь свой электродвижку я взял он конечно недорогой на барахолке скорее всего ладно давай заложим сначала разберемся все готово чё я хотел я хотел болты по моему или релешку нет лучше наверно болты я туда затарю все чтоб уже сто процентов знать что болтики до дома дойдут электродрыгатель вот так чтобы оперативника можно было бронеразгруз в мешок там наверно магазин лежит на 60 патронов ждет меня приду за тобой скоро и оружие не как раз закрою что-то сюда приперся-то тихо синий шлем с дома диких прискакал аж блин вроде вроде света такой заряженный взять нечего тут один одинешенек был да но пока закладывал то кто-нибудь появился здесь вот чё я влево право не могу сломался что ли нормально всего один дикий был на доме диких совсем дикий и это дико пусто ну капец ну из-за одного дикого мне теперь в новый рейд идти что ли вообще квест этот запасливый с закладкой в бункер этих самых провизии пойдем в лесок сходим этот квест не требует выхода с локации так что можно прям до усера тут лазить и находить этого дикого последнего одного даже если убьют то не обидно выносливость до пятого но единственное я не знаю если я закрою сейчас запасливый он мне даст новый квест или нет будет ли смысл мне выходить сейчас знать бы наверняка если он новых квестов не даст у меня просто один дикий нам нужен будет и все так не пойдет ладно сейчас найдем пойдем тогда на лесопилку сходим походу тут нет никого глянем чё по интересностям как пить дать сейчас подойду к лесопилке и здесь на доме диких заспавнятся ребята кипиш какой-то был жесткий расковыряли пацана вычистили в нулю все по закону мерфи хватит мусолить все это дело пойдем на лесопилку сходим посмотрим там побаще я думаю дикие спаунятся там территория обширная если нет можно будет серый ангар заглянуть там возможно возможно что нибудь есть а может быть не все вытащили с светлоозерских может что перепадет тоже у босса и у свиты кстати оружие по моему в адекватном состоянии я вот не помню выносил или нет здесь по моему нет но на основе уже выносил и даже использовал какое-то оружие если не ошибаюсь а нет я продавал свд выносил штурмана точно помню а светлоозерские кстати свита этого штурмана они теперь не только с оптикой штурман же был со свд и с ака 105 а свита теперь также с оптикой типа с хантером или с мосинкой какой нибудь и дополнительное оружие у них 155 мр дробашь так что пацаны серьезные блин я вообще никого не вижу ни даже снайпера на скале никого на горизонте ну чего дайте хоть одного-то подстрелить и все ну чего дайте хоть одного-то подстрелить и все родненькой ты мой единственный мой ай все мимо там еще один что ли ну вот хоть здесь дикие появились обходим тогда серый с левой стороны обойти там кустики хорошие этих кустиков бомбарем здесь примерно блин а здесь это мешает ветвь ну куда ты спрятался то я думал ты здесь сидишь где вооо он уже залутался там хорош не видно нифига светлозерски они живы до сих пор хорош хорош не ожидал я что они живы если честно то они оказывается живут себе нормально там нифига а как они до этого мне позволили просто так убить дикого вот гады блин и хрен но ничего страшного квест все равно запасливы мы можем закрыть что и делаем его он выдает все таки новый квест путь выживальщика живчик поэтому квест мне нужно провести в состоянии полную дегидратации пять минут ну и в аккурат мы можем совместить тогда это выполнение этого квеста со вторым точнее с первым путь выживальщика беззащитен но опасен всего один дикий там остался сделаем а беру с собой таблетки анальгин пачку у меня 30 гидрации оружие скромно все беру мне одного только чувак чувак чего этого дикого убить поэтому беру анальгин он сильно расходует гидрацию так что пару таблеток и все и начнется в самом начале прям все это сделаем возьму с собой воды возьму с собой хорошую аптечку чтобы после дегидратации 5-минутной попить залечиться и отправиться на поиски дикого и бабосики возьмем если чё на машине свалим так поехали лес 17 вечерком можно выдвинуться долго я там тусоваться не буду надеюсь будет спокойный рейд дадут спокойно мне его выполнить план такой загружаюсь падаю в какой-нибудь ближайший укромный кустик провожу там дегидратации пять минут пью лечусь убиваю дикого и сваливаю на тачке домой во где нормально нормально я ну а чё нормальный все-таки даже я бы сказал неплохой такой спаун здесь же и поляна на которой дикие спаунятся так наверное я даже не в забы пойду а вот здесь где-нибудь за скалами не должны они меня тут найти чуть подальше туда выше заберусь вкус сразу таблетками воду из организма выведем две таблетки там как раз по 17 или по 15 до 0 все отлично ну и все падаю в уголок и жду пять минут пока лечиться не буду готова все принимаю таблетку чтоб в глазах не мутно было и и пью водичку все и фак именно для этого я сюда его и брал полностью сейчас вылечусь готова как огурчик тут спавн диких должен быть сейчас поглядим будет кто нет если нет то на коттеджах точно будет какой-нибудь дикарь а вот есть под березкой стоит готова были так непривычно с этим без наушников в игре выстрелы громкие звуки природы прям атмосферно атмосферно то как куда-то упал то а вот он слился с окружающей средой о выпало 209 с него можно оружейный хлам сварить в убежище а потом с оружейного хлама на верхоньки мой любимый калашик ака 74 н вот тебе еще и бронежилет новый спасибо спасибо разгрузку тогда стянем все я готов педалить домой а домой педалить проще простого через этот пригорок на выход на мосту вот раньше это была граница карты лес это теперь тут новая территория все такое вот он южный точнее северный блокпост он выход это тут тайники даже были они здесь на выходе по моему прям здесь тоже куста где-то ду чё по пути тогда быстренько что-нибудь накидаем в сумку трансформер я маленький мешок с собой взял зубная паста тут еще такая на локации какой-то то ли пункт связи то ли что-то в этом духе то ли наоборот скорее всего типа пункт какой-то связи радиолокация какая хрен его знает вот и тут вон за три красота тоже ящики всякие добришка тоже можно подковырять тем более что это по пути все к мосту сервер отключится через 20 минут сервер будет остановлен и получится статус выжил когда это случится в работа какие то что что-то я не посмотрел нифига красный таймер смотри сходу ванна план шевелим поршнями тогда элит когда они не нужны все как всегда когда что-то надо ничего не найдешь когда уже не надо все под рукой тушенка я заберу дома сажу или на акм же по моему можно менять до 3 тушенки если там ничего не поменялось на новый акм зря я думаю что здесь ковыряюсь давайте домой лучше а я же не один такой умный хитрый он сейчас я быстренько уеду а если я сейчас машину провоку кто в рейде сейчас недалеко от машины стопудов в ту же сторону двину я пока не уехал он кто то еще с льбами как начнем там биться дикий там нормально нормально мурье все ничего не буду лутать не буду даже заглядывать в хаты блин без наушников честно вам скажу по атмосфер не как-то играется но я уже к ним привык ну чё ты нафиг то тут нужен то я же не хотел шуметь будет родная все выкупаюсь посмотрю того дикого там можно противогаз него стянуть как минимум а в убежище потом скрутить фильтр ну и вопа мелочи тебе туда-сюда все погнали кто сейчас без меня уедет подождите нет нормально еще 20 секунд все ну хорошо хорошо получилось все прям как хотел за исключением того что быстро из рейда пнули ну может оно и к лучшему все сделал как и планировал 13 минут хватило просто за глаза и без воды полежал и дикого подстрелил и уехал на платном выходе еще и походу 15 уровень сегодня успеем взять сейчас квесты сдам раздаем первый квест наконец-то и второй ну все я 15 уровень новый путь выживальщика раненый зверь говорит убить троих диких находясь под эффектом болевого шока ну сколько я себя помню всегда этот квест делался сам по себе перестрелках с дикими он сам по себе сделается медицинский журнал найти в рейде медицинский журнал номер один и номер два на резерве но для этого нужны будут ключи от помещения у меня пока таких нет ждем пока барахолка откроется там прикупим ключики только бизнес квест могу принять 15 уровня достиг но нужно заслужить второй уровень доверия у барахольщика для этого нужно прокачаться еще на два уровня до семнадцатого дорасти вот куда мои болтики то нужны были точно у меня не хватало болтов для постройки водосборник теперь через пару часов будет у меня водосборник слава богам обогрев теперь есть тоже пару часиков ну как раз к следующему выпуску считаю у меня и вода будет чистая и согреться будет где и чайник еще есть такой момент у миротворца оказывается второй уровень можно было взять для этого достаточно было на 11 тысяч долларов на торговать с ним у меня были рубли поэтому за рубли я купил доллары у миротворца чуть-чуть не оставалось еще докупить я еще за доллары у него купил беретты теперь рублей у меня нет долларов куча но зато миротворец второго уровня а рубли я нафармлю продав прапорщику все эти беретты которые набрал ничего денежку мы нагуляем еще а вот второй уровень лояльности мне зато откроет кучу товаров у миротворца на этом я и закончу сегодняшний день снова порадовал дикий просто дико такой красавчик был мне опять два квеста целых сделал все всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился кто забывает лайки ставить не забывайте всем отличного настроения увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания